Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Завтра в Латвии Олимпийский день. И сегодня в программе «Подоплёка» мы решили поговорить об Олимпийском движении в Латвии. И на эту мысль натолкнуло нас интервью, которое на прошлой неделе дал нам вице-чемпион Олимпийских игр в Сеуле под дзюдо Владимир Шестаков, который рассказал о том, как готовят дзюдоистов к Олимпийским играм и какие проблемы испытывает спортивная общественность в этой связи. Вот сейчас мы попросим нашего звукорежиссера Евгения Копеина поставить нам фрагмент из этого интервью. В то же время еще и дзюдо, оно всегда имело традиции в Латвии. Это начиная с Токмакова, Филимонов, Бондаренки. Это много спортсменов, которые были старшие-старшие поколения. Они же все дзюдо образовались из самбо. Мы все пришли из самбо, из советского вида спорта. Они создали эти традиции. И когда мы уже приехали сюда, здесь эти традиции не были потеряны благодаря и Баскину Олегу, который сумел сохранить, когда вот развалилась весь Советский Союз, он сумел сохранить эти традиции. И все Владу Зеленому, которые медаль принесла уже независимой Латвии. Хотя эти все медали, они все же были в основе такой советской системы, когда были у нас общества, как и о республике, спартакиады проводились. Она еще все же медаль основана в том времени. На тех дрожжах выросли. Да, на тех дрожжах. Личность имеет такое значение в истории? Личность имеет значение. И я говорю, что действительно здесь можно поднять этот вид спорта, борьбу. У меня, конечно, я так думаю, что у меня, наверное, не все получилось здесь. Только потому, что я впервые, вот впервые в своей жизни, все же мне уже почти 60, впервые столкнулся с тем, что мне не удалось в Латвии объединить всех. Вот все клубы. Мне уже потом тысячу раз говорили, что люди все же Латвии – это такие, которые немножко очень трудно… По хуторам. По хуторам, да, по хуторам. Может быть, это та причина, почему ковид Латвии не захватывает. Потому что все по хуторам. И объединить очень сложно. Очень сложно объединить их как-то вот в коллектив. Одному сделать дело, допустим, медаль олимпийскую принести одному тренеру-спортсмену – очень сложно. Так вот, сегодня мы решили поговорить, может ли Латвия претендовать на олимпийские медали, можно так сказать, с ветеранами спорта. Это у нас сегодня в студии Эдгар Озалинш, чемпион мира и рекордсмерт Европы по плаванию в категории «Мастерс». Это, значит, самые большие мастера, да, Эдгар? Добрый день. Да, добрый день. И к нам присоединится многократный олимпийский чемпион по гребле Иван Клементьев, он депутат Сейма, он сейчас на заседании. Поэтому, как только в заседании будет объявлен перерыв, он обещал к нам прийти в студию, поэтому мы еще и с ним поговорим. Итак, вот Владимир Шестаков считает, что в какой-то мере система подготовки спортсменов, которая существовала в советское время, еще себя показывала по инерции уже к независимой Латвии. А что сейчас происходит со спортом? Есть ли у нас понятие спорта высоких достижений? Для кого это является задачей? Кто для этого прилагает усилия, финансирует, может быть, талантливых спортсменов? Государство на них обращает какое-то особое внимание, предоставляет им стипендии, тренировочные базы и так далее. Вот по вашему опыту, как это обстоит? Ну, начнем по порядку, да. Конечно, ответственность за подготовку высококлассных спортсменов несет, наверное, в каждой стране это федерация. Федерация по данному виду спорту. К сожалению, в федерации и вообще как бы в спорте у нас не сложилась система, которая направлена на то, чтобы готовить высококлассных спортсменов. Значит, одно из, сразу как бы могу как пример привести, это то, что, например, на кого это возложено уже и кто занимается подготовкой спортсменов, это спортивные школы. Спортивные школы – это часть самоуправления. Значит, спортсмен может находиться в спортивной школе до 25 лет возрасте. Значит, потом он оказывается, грубо говоря, выброшен на улицу, потому что клубное движение очень слабо развитое в Латвии. И на самом деле клубам противостоят спортивные школы. Почему они противостоят? Они вроде бы должны делать одно и то же дело. Или клубы – это платная, а школы финансируются государством? Это общественная организация, а спортивные школы – это часть самоуправления, значит, это чиновники, которые, как бы, ну, не в первую очередь заинтересованы, как бы, в результатах высших достижений. То есть, они заинтересованы, чтобы система работала, зарплаты платились, отопление обеспечивалось и так далее, а спортивные результаты не очень. Я, конечно, как бы, на это нацелен. Вторая ситуация – то, что те законы, которые существуют в Латвии, значит, не позволяют общественным организациям, значит, иметь такую роль, как в других странах. Значит, и я говорю, на сегодняшний момент вот из 49 членов Латвийской Федерации плавания половина – это часть самоуправления. Вы где-то можете себе представить, чтобы общественные организации состояли из чиновников и людей, которые, как бы, занимаются административными и имеют административный ресурс. Поэтому все время мы, как бы, и клубы вынуждены конкурировать в своей деятельности с ситуацией, складываются ситуации, когда, я говорю, спортивные школы имеют административный ресурс, зарплату и так далее. Значит, а клубы, они, как бы, должны находить спонсоров, что в нынешней ситуации смешно при нынешней системе налогообложения, да, и на самом деле это очень слабо работает. Да, можно получать, клубы могут получать финансирование, участвуя в конкурсах и показывая, что ты, там, что-то можешь достигнуть, да, там, мы получаем финансирование, там, на поддержание, там, на тренировочный процесс, на организацию соревнований. Но, например... Ну, это нестабильные деньги, то есть, как бы, ты сегодня заявился на конкурс, твою заявку признали хорошей и дали денег, а на следующий раз тебе денег не дадут, а тренироваться нужно постоянно, так? Правильно, абсолютно. Значит, и, в принципе, высококлассные спортсмены, да, это уже после 20 лет. Значит, и, конечно, когда встает вопрос заниматься спортом без финансирования, и, я говорю, самое большое достижение в плавании латвийских спортсменов, это попасть на Олимпиаду. Причем, на моем веку, вот, со времени свободной Латвии, только лишь один спортсмен, Роман Милославский, отобрался по олимпийским нормативам. Остальные ездят все время по квотам у нас. И это неизбежно при этой системе. Ну, то есть, квота положена на государство, они приезжают, там, что-то проплыли. Да, они, как бы, едет юноша или девушка, едут на Олимпиаду. Но шансов у них никаких? Никаких. А что нужно для, вот, развития спорта высоких достижений? И, кстати, мы хотим напомнить нашим радиослушателям, что передача у нас идет в прямом эфире, вы можете звонить по телефону в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы Эд Грозаличу, который в данный момент в студии присутствует, и он чемпион мира. Да, да, по плаванию в категории мастерс, всю жизнь занимается спортом, и очень хорошо это знает. Может быть, у вас есть свои истории о том, как ваши дети занимались спортом, кто это финансировал, как, ну, развивались, может быть, задатки этого ребенка, который, может быть, отличался от прочих какими-то своими особыми способностями. Еще раз возвращаюсь. Базовые виды спорта – это легкая атлетика, гимнастика и плавание. Базовые в Латвии? Базовые вообще, как бы, с точки зрения теории физического воспитания. Развитие спортивных навыков. Значит, и все с удовольствием берут людей из этих видов спорта, из которых могут дальше делать уже, там, каких-то спортсменов. Вчера «Краем уха» слышал замечательную передачу, когда одна теннисистка говорила, что, там, хороший вид спорта, там, теннис, где можно зарабатывать деньги. Но, к сожалению, не все могут себе позволить вложить миллион, чтобы потом получить два. Значит, и, конечно, мы говорим о массовом спорте, да, потому что мы хотим, чтобы у нас была здоровая нация и народ был активный, не только бегая в аптеку, но и занимаясь спортом. Хотя, конечно, ситуация меняется. И, посещая бассейн Олимпийского центра, значит, я вижу, что люди в возрасте, да, все активнее-активнее приобщаются к спорту. Ну, то есть, люди в возрасте, это вот та же самая категория мастерсы и другие, то есть, это ветеранский фактический спорт. Подтверждение того, что человек, ну, привержен вот этому образу жизни, который он когда-то выбрал в детстве. Вот, но мы сейчас говорим об олимпийском движении, об олимпийских медалях и о том, почему Латвия может или не может на них претендовать. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, надевайте наушники. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Люся, здравствуйте, Эдгар. Есть вопрос такой, а может ли, пожалуйста, Эдгар Озленович не рассказывать о успехах своих детей, потому что очень стыдно? Это мой сын звонит, но на самом деле ничего тут стыдного нет. Понятно. Не будем говорить о личном, потому что мы сейчас немножко на другую тему выступаем и говорим о том, что... Об олимпийских медалях. Что государство, ну, в принципе, делает для того, чтобы эти олимпийские медали были. Итак, есть конкуренция между спортивными школами и клубами, и есть федерации. Но кто финансирует эти федерации? Достаточно ли у них вообще-то ресурсов для того, чтобы вот этих талантливых спортсменов развивать? Определенную часть финансирования предоставляет государство, но на сегодняшний момент... Ну, определенную часть это какую? В каких, ну, достаточно ли этого ресурса? Ну, ресурсов всегда недостаточно, поэтому они называются ресурсами. Насколько они аккуратно и правильно расходуются. Значит, и, конечно, федерации, вот в нашем случае, Латвийская федерация плавания, да, там вынуждена всевозможными проектами зарабатывать деньги для того, чтобы поддерживать лучших спортсменов. Да, они идут в этом направлении. Ну, что подразумевается по поддержке лучшего спортсмена? Это какая-то стипендия, это возможность ему тренироваться там в том же бассейне бесплатно. Вот что эти опции включают? Я понимаю, что... Бесплатного ничего нету. Сегодня? Да, сегодня бесплатного ничего нету. Значит, как мы иногда смеемся, что вот объездив всю Европу, могу сказать, что на самом деле расценки Олимпийского центра, бассейна, да, они одни из самых высоких в Европе вообще. Значит, такое ощущение, что мы живем где-то в Швеции или в Норвегии. Чтобы индивидуально прийти и заниматься? Да, да. Конечно, если это студент или спортсмен, они какие-то скидки получают, но если человек приходит с улицы, это достаточно дорого. И разовые занятия стоят, ну, космические цены. Космические – это сколько? 10 евро? Да, до 10 евро выше, да. В зависимости от того, какие там выбираешься. Понятно. То есть, если спортсмену нужно ежедневно тренироваться, то ему нужно как минимум 300 евро в месяц только на бассейн потратить? Или больше? Ну, еще спортивный зал и бассейн. Но, как правило, почему мы говорим? Спортивная школа, она имеет время и предоставляется возможность спортсмену тренироваться во время, которое оплачивает спортивное самоправление. Да, но если выезжать на сборы, да, другая возможность – это тренироваться за пределами Латвии. Дети, они отвлекают не домашние дела, не какие-то там учебы и так далее. На это все надо финансировать. В последнее время есть попытки сборной Латвии, ну, лучших спортсменов выезжать за рубеж и проводить сборы, но это пока, ну, я могу со своей точки зрения сказать, не видел бы, чтобы это какой-то результат давал. Ну, когда мы беседовали неделю назад с Владимиром Шустаковым, он отметил, что вот тренерские кадры, ну, его молодости, его прошлого – это были люди, которые имели, ну, очень солидное образование. Он их назвал прямо академиками, да, потому что они знали и не только основу, так сказать, физического строения человека, его там, физиологию, но и психологию и так далее, многие вещи, которые позволяли им целенаправленно развивать какие-то навыки у людей. Значит, в дзюдо тренерские кадры сейчас формируются из бывших спортсменов, которые, ну, просто где-то понахватались, может быть, получили тот или иной опыт, но базового такого серьезного образования, как в прошлом, они не имеют и не имеют такой методики. Поэтому в результате он наблюдает то, что в некоторых случаях, там, человек занимается 10 лет и ничего не умеет. Вот с тренерскими кадрами в плавании как дело обстоит? Ну, в этом плане Федерация ведет достаточно большую работу, она организует курсы повышения квалификации. К сожалению, только у нас специалистов, которые могут вести такие занятия, там, на пальцах одной руки, можно пересчитать, если нет, один человек. То есть задача сохранить еще этих специалистов? И с другой стороны, я тоже учился с Александром Яцкевичем тоже, кстати, призером Олимпийских игр. Да, и раньше тренера, которые попадали там в сборную Советского Союза, они имели возможности и хорошие базы, и научная наука работала. Да, и, конечно, благодаря своему тренеру, которые как бы вот эти основы, которые были заложены, я тоже достиг вот этих результатов. Нельзя сказать, что только вопрос тренерского состава определяет. Определяет, да. Олимпийский успех. Да, тут совокупность очень многих факторов. Хорошо, мы перечислим после перерыва, какие факторы нужны для того, чтобы у Латвии были Олимпийские игры, а сейчас сделаем небольшую паузу. Продолжаем программу «Подоплека». Сегодня мы обсуждаем шансы Латвии на получение Олимпийских медалей, и у нас в студии чемпион мира в категории «Мастерс по плаванию» Эдгар Озовнич, человек, который всю жизнь занимается плаванием. Мы ждем, что к нам присоединится Иван Климентев, многократный олимпийский чемпион по гребле. И до перерыва мы начали анализировать компоненты, которые должны приводить к этому успеху в спорте высоких достижений. Итак, начальный компонент – это спортивные школы. У нас сохранились. Вот они реально дают воспитанников, которые могут претендовать на высокие достижения. Или все-таки у них есть проблемы с кадрами, с отбором детей и с какими-то другими вопросами? Ну, безусловно, с отбором заканчиваю. Конечно, есть. Но я еще раз повторяю, что цель спортивной школы, они не направлены на достижение высших спортивных результатов. Почему? Ведь раньше это было именно для этого, нет? Ну, вот в настоящий момент нет, потому что я не понаслышке знаю, что иногда тренерам, которые должны ехать на какие-то соревнования, предлагают ехать за свой счет или за счет своей зарплаты, потому что их спортивные школы не отпускают воспитанники условно на чемпионат Европы. То есть, она должна бы, по идее, предлагать такую возможность и искать такие возможности для того, чтобы дети могли соревноваться с более сильными соперниками. И второе, нормативы спортивной школы, они, ну, даже можно видеть, что они не нацелены на спорт высших достижений. Ну вот. А составляющие успеха, да, я вот тоже... То есть, цель спортивной школы просто набрать учеников для того, чтобы эта школа продолжала стартовать? Ну, люди тренировались, были здоровенькими и все с такой. И все с этим связано. Но, с другой стороны, конечно, тренера, они достаточно амбициозные люди и всем хотят, чтобы их там воспитанники были и чемпионами и так далее. Я... Мне иногда даже смешно становится. У меня внук, которому 8 лет, он занимается в одной из спортивных школ, так у него амуниции больше, чем у меня для плавания, хотя, в принципе, еще в этом возрасте его должны только обучать плаванию, и его уже начинают тренировать. Поэтому однозначного ответа нет на этот вопрос. Значит, а то, что касается одних составляющих, вот я перед передачей говорил, специально обсудил этот вопрос с Аленой Рыбаковой, участницей Олимпиады прошлой, я спросил, вот Алена, вот как на твой взгляд... Она тоже плавчиха? Да, она тоже плавала. И плавает. Я говорю, вот что самое главное, она сказала, финансирование. Я говорю, поэтому, возвращаясь еще раз к этому вопросу, 20 лет, ты еще в обойме можешь стартовать, на какие средства ты должен как бы существовать, жить и так далее. Я не говорю о том, что там в России, например, там олимпийские чемпионы, они имеют пожизненную пенсию, да, там и так далее. И в их подготовку вкладываются другие ресурсы. Но в Латвии, я говорю, был избран путь, что мы можем в экзотических видах спорта побеждать. И зачем нам, например, развивать там, где большая конкуренция? Типа скелетон? Или что-то такое экзотическое? Пляжный волейбол? Скелетон, пляжный волейбол и, не знаю, прыжки в сторону. Могут быть. Поэтому, ну это так, к слову. Там, где конкуренция, у Латвии нет шансов. Ну, это примерно так же, как, например, 40% американцев не знают, что есть олимпийские зимние, зимняя олимпиада. То есть, они знают, что летние есть, что еще и зимние. Для них это, например, открытие. Поэтому, да, идти по пути меньшего сопротивления, может быть, это логично, но, с другой стороны, тогда мы не говорим о массовости, о старой ве нации. Ну, вот сейчас много говорят о Беларуси. Я помню визит в одной журналистской делегации в Олимпийский комитет Республики Беларусь. И то, как там оформлен зал славы этого Олимпийского комитета, и то, как относятся там к спортсменам. Это тоже небольшая страна. Но они считают, что каждый спортсмен, который пробился на мировом уровне, даже вот в вашем случае, вы тоже получили регалии, пусть даже не в олимпийской программе, а в какой-то другой, но это все равно момент, которым страна могла бы гордиться. Вот они считают этих спортсменов такими послами своей страны. Они считают, что они могут даже сделать больше, чем дипломаты, для того, чтобы имя страны продвигать, чтобы, так сказать, гордость воспитывать у молодого поколения за этих спортсменов, за их достижения. Вот как с моральным аспектом у нас обстоит в Латвии? Что вы почувствовали? Были ли у вас, может быть, беседы в Олимпийском комитете? Вас бы приглашали, предлагали поделиться опытом? Нет, ну сейчас дело в том, что в Олимпийском комитете произошла смена поколений, можно сказать. Я думаю, что, наверное, это приведет к достижению каких-то изменений, результатов. Но в целом, конечно, меня на самом деле всегда удивлял тот момент, что выезжая за границу, у меня узнаваемость выше, чем в Латвии. Ну, это, так скажем, в моей профессиональной среде. Да, есть ребята, которые вот сейчас возвращаются, учились в Америке, работали в Америке, бывшие пловцы, да, которых можно было использовать как флаг, которые могли бы и своим опытом, и жизненным делиться, и спортивным. Такие люди есть. Да, мы как бы не сильно привыкли использовать этот опыт. А то, что делают белорусы, да, это очень хорошая история, и я считаю, что позитивная. В нашей федерации, к сожалению, вот таких традиций нет. Ну, то есть, как бы государство на уровне, на самом высоком уровне, ну, не декларирует этого почтения, что ли, к спортсменам. Ну, да, мы, ну, все уже, это знают, что все про Олимпиаду, все правительство вспоминает. Когда надо туда ехать. Когда надо туда ехать, да, тогда вот с этим все связано. Все остальное время, это как-то очень... Если бы расходы на командировки высоких должностных лиц на Олимпиаду донаправить на подготовку спортсмена, может быть, результаты были бы другие. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Алло, добрый день, Александр. Спасибо за интересную и больную тему. Спасибо за те диагнозы, которые поставлены в данный момент Олимпийскому движению в Латвии, да. Я человек, который достаточно близок к спорту. Половину жизни туда посвятил. И с грустью смотрю, что, в принципе, наша страна, которая имела и имеет на данный момент прекрасные олимпийские традиции и спорта как такового, медленно, шаг за шагом, проигрывает борьбу за будущее спортсменов в Латвии. Началось это с тех изменений, которые последовали в системе спортивных школ, федераций и переход на клубные системы. Плюс государство, в принципе, в большей степени поддерживает массовый спорт. И, на мой взгляд, даже неплохо поддерживает массовый спорт. А что касается олимпийцев, да, то ты сначала слишком высоко должен умудриться выпрыгнуть для того, чтобы себя потом поддержали. И это неправильно. Спортсменов воспитывают, тренеров воспитывают. И не создав системы выявления гениального тренера, никогда не появится тот спортсмен, которого сможет этот тренер воспитать и возвести в олимпийский ранг. Спасибо за ваше мнение. К нам присоединился многократный олимпийский чемпион погребли Иван Креметьев, депутат Сейма, убежал просто с пленарного заседания. Добрый день, Иван. Добрый день, да. Мы уже сейчас обсуждаем вопрос о том, как Латвия поддерживает олимпийское движение. И вот вы, как человек, наверное, наиболее титулованный в Латвии спортсменов, на своей шкуре ощутили, насколько страна вообще заботится хотя бы о тех видах спорта, которые реально принесли ей медали в прошлом. Вот как сейчас происходит подготовка грибцов, и насколько вы видите, что ваш личный опыт, опыт вашего брата Ефимия востребованный Федерацией, Олимпийским комитетом для того, чтобы он не остался вот таким, так сказать, вершиной, недосягаемой, а был бы, может быть, повторен. Ну, наш опыт с братом Ефимом не используется, потому что не нужен. И даже моя докторская диссертация, где направлена не только, как подготовиться к Олимпийским играм, подняться на вершину, но как можно еще больше удержаться на этом Олимпе. Я уверен, что практически никто из действующих тренеров ее даже не прочитал, хотя она доступна в библиотеке Латвийской спортивной педагогической академии. Но я бы на месте государства вообще бы ее издала книгой и распространила. На месте государства даже, если есть такой человек с такой фамилией, с такими результатами, то нужно создавать спортивные школы и приглашать. А не желаете ли вы быть так любезны и принять участие в этой школе? Быть патруном этой школы, да. А у нас нашу грибную базу сравняли с землей, грейдером в 2000 году, пока мы с братом были в Сидении на Липецких игр, построили аквапарк в Юрмале. Это не Юрмал, не Рига, не желаем ничего построить современного, а просто пройти в какой-то ангар или сарай, допустим, давайте заниматься греблей, это не то время, извините. То есть, эта ситуация такая она есть, и в гребле это циклические спорты, результаты могут быть прогнозируемы, как и в плавании, но для этого нужно проделать километры. Не чемпионы их делают, а километры, пройденные на дорожке, на голубой дорожке, как в плавании, так и в гребле, делают из этого спортсмена чемпиона. Есть схема, нужно пройти определенное количество, допустим, 3-4 тысячи километров каждый год на протяжении 5 лет, и тогда ты можешь сказать, из тебя что-то может получиться или не может. Если, допустим, этих километров несколько, вот я сделал 2000, отдыхаем, с 2000 нечего ехать даже на международный регат. Тренируемся дома. Алгоритм известен, в принципе. Ну, может быть, этот алгоритм как бы считается советским наследием, и как все советское, надо его забыть, забросить, и применять что-то новое, инновационное, современное, европейское. И если какой-то тренер придет и скажет, а вот у меня есть алгоритм, не надо 4000, а надо 1000 километров, все будут очень рады, в первую очередь спортсмены будут очень рады, что не нужно так много работать. Все, как вот у нас ввели 200 метров дистанцию спринтерские, 1000 – это одно, а 200 – это спринт. Типа не надо готовиться много к спринту, 200 метров. Многие начали, забыли, это большие тяжелые тренировки, где повторение, повторение, давай 200 метров спринт. Но чтобы 200 метров спринт, спринт не всем дано, это только определенная категория людей, у которых есть эти специальные волокна мышечные. И в спринте тоже таких умных очень много в мире, и все хотят меньше работать, а получают награды. Поэтому это не так просто. Но в следующем году у нас впервые в Каноэ, на Олимпиаде в Токио уже должно было быть в этом году, стартует женское Каноэ вперед. Вот у нас есть возможность, мы будем там, представлено женское Каноэ впервые в истории или не будем. Мы посмотрим в следующем году. А вы видите, что есть такие спортсменки, которые могли бы, допустим, участвовать? Или, как сказал Эдгар до вашего прихода, что у нас есть возможность в рамках квоты поехать на Олимпиаду, но, к сожалению, претендовать на какие-то высокие места мы не можем в силу, так сказать, недостатков в спортивной подготовке. Квоты, к сожалению, тоже не дают. Квоты смотрят, какая история развития этого спорта, какие спортсмены, как они далеко, допустим, от этого невыполнения квоты. Тогда и дают, какие связи у тебя в Международной Федерации, кто стоит, допустим. Если Латвия получала квоты, тоже благодаря, потому что там братья Климентиев были, которые братья Климентиев до сих пор сейчас знают Бежного Федерации. И в знак того, что вот-вот братья были, хорошие спортсмены были, долго были, то Латвия тоже должна быть представлена, поднят там флаг. Но на это надеяться нельзя. Но пока, допустим, 8, по-моему, официальных олимпийских лицензий у нас выполнено было. 8, да. Из скольки видов спорта? Из всех 36 или 38 сейчас на олимпийских лицензиях представлено. То есть, это во всего 8 человек – это очень мало. Ну, если бы не было кого-то, может быть, выполнить там ещё, может быть, 10, не знаю сколько, но… Реально мало, да? Да, обычно стартует там 40-60 спортсменов. Спортивных игр как бы, ну, не видно, что мы где-то можем попасть на спортивный игр. Баскетбол 3 на 3, может быть, там. Или, ну, бич, волейбол, так как бы не считается, пляжный волейбол. Командный, ну, хотя командный, там 2 человека, а не 16, не 12 человек. То есть, как бы ситуация, скажем так, не совсем благополучна для нас. Вот как использовали мы этот ковы, тренировались мы или сидели дома, допустим, не тренировались. Вот это хороший вопрос. Иван, ну, вы человек наиболее, так сказать, обласканный и мировой прессой, и регалиями, и так далее. Вот вы чувствуете, что вы, как, ну, герой нашей страны, имеете какой-то голос. Более того, вы депутат Сейма, вы много лет работали в комиссии по образованию. Ну, вот кто-то хочет слушать вообще вот эту историю о спорте и развивать? Или у нас, как бы, сейчас этот спорт по остаточному признаку, принципу финансируется и развивается, а вспоминает о нем только тогда, когда высшим должностным лицам надо поехать в турне на очередные Олимпийские игры? Ну, они и так могут поехать в высшие должностные лица, потому что если там 100 человек команды официальные, плюс 100 человек едут такие, которые вообще не имеют к спорту никакого отношения, или, допустим, когда Олимпийский бал, или спортивный бал, спорта года балла, там посмотреть из тех 200 человек, которые были приглашены в прошлом году, там половина вообще никакого отношения к спорту не имеет. Но они там были, а я, как Олимпийский чемпион, я не был приглашен, да, и также многие другие. И так же самое на Олимпийских игр. Если, допустим, другие страны, как Россия, арендуют специально большой себе Боинг, и везет тебя бесплатно, допустим, будь то в Пекин или в Корею, иди в только болезнь, вот тебе билеты бесплатные, все, то у нас такого нет. Хочешь, ну, покупай там путевки, там, 3-5 тысяч. То есть, они для бывших спортсменов это обеспечивают? Да, для бывших спортсменов, да. Для известных спортсменов. Для известных спортсменов, которые сделали, вот вы как бы благодарность от этой страны, от Олимпийского комитета национально делают. У нас такого нет. У нас даже не предлагают купить, там, типа, что-то путевочку, там, или включить в команду куда-то. Ну, это отсутствие денег, или отсутствие просто какой-то заботы, или понимания того, как важно? Зависть. Просто чисто человеческая зависть. Не хотят подпускать ближе, потому что ты им составляешь конкурент. И возьмите, допустим, даже состав Олимпийского комитета исполкома, там тоже выбрали людей не потому, что нужен или нужно, а просто человек, он невзрачный или яркий. Яркие там не нужны, потому что яркие будут просить, что-то, допустим, или будут противовставлять лидерам. А лидер должен быть один. Поэтому принцип идёт. Как в Беларуси, так и везде. Одинаково. Слушайте, но Эдгар вот сказал, что сменилось поколение в Олимпийском комитете, и, может быть, сейчас пойдут новые веяния, пойдёт осознание того, что спорт нужен, и высокие достижения в спорте нужны. Или вы пессимистически на это смотрите? Я пессимистически. Это должно идти от президента страны, это должно идти от премьер-министра, это должно идти от министра образования. К сожалению, ни там, ни там, ни там у нас не было ни одного спортивного человека за всю историю, который сказал, нам надо это, я хочу, чтобы наш флаг развивался на флагштоке. Когда я получил первую медаль в истории на чемпионат мира независимой Латвии, это был 1993 год в Копенгагене, где мы поехали с братом за свой счёт, я получил золотую медаль. До сих пор она является единственной в истории гребли на байдархе Каной Латвии. Мне дали премию 100 долларов, тогда были рэпщики, 100 долларов премию получил, всё, сейчас дают за золотую, по-моему, 10 тысяч или 12 тысяч, чистыми деньгами, по-моему. Но 10 и 12 – это достойное вознаграждение? Это нормально, адекватная цена, это не такая маленькая, это всё олимпийские игры. То есть, это заметные деньги, по крайней мере. Да, 100 тысяч чистыми, или 100 тысяч латов было, 136, получается, там, евро, чистыми деньги без налогов. Я когда получил 50 тысяч латов в 1996 году за серебряную медаль, а с меня сняли 13 тысяч налогов. Тогда единственная, я, который... В прессе было написано, Клименте получил 50, а реально вы получили 30. Нет, это реально, там, когда я получил медаль, то пресса начала писать, а Иван получит с налогами или без. И там, премьер-министр Апошкеля был, как раз та влазь меня, он сказал, что все должны платить налоги, спортсмены тоже, и с меня сняли. Если бы такого вопроса не было, мог бы там как бы так... Отошли от этого, допустим, потому что не было говорено конкретно. Но так как премьер сказал, что все должны платить налоги, поэтому, когда Шкель в первый день был, тогда его, по-моему, второй раз уже премьер-министр стал, то дали карточку Крайбанка, где деньги уже были сняты. То есть тебе... Вам не пришлось идти в службу госдоходов и отчитываться? Нет, вы сняли до меня. Ну, к сожалению, какой-то у нас получился сегодня невеселый разговор, хотя завтра у нас олимпийский день, как раз и показывают милых детишек, которые делают сальто и становятся на мостике, веселые, значит, в красивых костюмах и так далее. Вот, однако же, ну вот наши разговоры с людьми, которые к спорту имеют непосредственное отношение, показывают, что... Нет, ну я еще раз хочу остановиться на фактах, чтобы было понятно отношение там высших должностных лиц или государства вообще к здоровью нации. У нас каждый год тонет в районе 100 человек. 91 человек у нас только в автовариях погиб, а 100 человек тонет каждый год. В принципе, да... Но они же тонут не потому, что плавать не умеют. Ну и поэтому тоже, если брать там статистику половину на половину. Но в принципе, да, обязательно занятие плаванием в школе должно быть. Сейчас как бы к этому возвращается. Тоже надо методику менять. Это не должно быть обучение плавания, должно быть приголодное плавание. Я в Норвегии был, смотрел, как там занятия по плаванию проходят. То есть это помощь тонущему другу, это доставание предметов со дна, причем в виде тела и так далее. То есть тогда нация как бы не гибнет в таких количествах. Но этим надо заниматься, это надо продвигать на уровне федерации только и бла-бла-бла, и писать, и говорить об этом. Но никуда ничего не двигается дальше. Да. Ко мне обращались, допустим, спортсмены. Плавание развивает, культирует. Четыре вида спорта. Одно из них – водно-поло. Вроде в Латвии нет. Но то же самое у нас есть. В Инчуканце такой вид спорта. И когда обращались тоже в федерацию плавания, а можно попасть в бассейн на кипсул сюда, чтобы водно-поло дети могли заниматься. Потому что там есть и с Инчуканом, дети из Риги. А президент федерации плавания говорит, да, вот, пожалуйста, вам нужны ворота. Вот ворота стоят. Положите вначале депозит, 2000 евро. Потом вы можете взять в аренду эти ворота. Ворота железные, которые ставятся на буйки в бассейне. То есть это развитие называется вида спорта конкретного, да, где нету программы развития конкретного вида спорта в водно-поло в Латвии. В федерации не утверждено. Одним словом, если резюмировать сказанное, дело даже не в недостатке денег, хотя их тоже не хватает. Но дело в том, что, собственно, отсутствует организация этого олимпийского движения как таковая, отсутствует уважение к спортсмену, который добился результатов, использование его опыта, продвижение этого опыта и популяризация его на уровне страны, выражение уважения этому спортсмену на всех уровнях. Я бы сказал по-другому, надо ставить задачи, государство не ставит задачи, когда мы в спортивной подкомиссии, которой я руководил, два сайма подряд, ставили задачи, что нужно ставить задачи олимпийского комитета перед Олимпийским игрома. Они говорят, перед нами государство, кабинет министра, министерство образования не ставит никакие задачи привести стойко-то медали. Поэтому мы просто поедем, как получится, так получится. А фактически, если у нас, допустим, есть спортивные школы, где занимаются около 30 тысяч детей, но если посмотреть, очень многие из них, эти школы спортивные, не занимаются на какое-то достижение результата, допустим, что ребенок провел один год, значит, должен повысить результат. Нет повышения результата, извините, спасибо, освобождаю место для другого талантливого ребенка. У нас такого нет. Поэтому школа прошла, допустим, а что есть, нет. Сейчас разрабатывается, министерство образования разрабатывается, должно утвердить, на следующие 7 лет основные спорты, по-моему, на 7 лет. И там тоже, допустим, если в Муринском спортивном гимназии есть такой вид спорта, как академическая гребель, или просто гребель, она имеется в виду, которая едет спиной вперед, то у нас, фактически, такой спорт, он вообще в очень плохом состоянии, и мы берем просто этих людей в Муринском спортивном гимназии, они начинают там с нуля, потому что у нас нет клубов этих гребель с нуля, он 4 года провел, он потом даже не стартует на соревновательнике, все. Но 4 года мы потратили денег. Мы введем тогда другой вид спорта туда, а не те. То есть, как бы, каждая спортивная школа должна отчитываться за проделанный результат. А у нас есть хорошая, допустим, школа Муринская спортивная гимназия, где 2 миллиона каждый год тратим на деньги, но мы даем деньги на учебный процесс, что очень дорого индивидуально подходит, мы даем деньги на содержание этой школы, что очень хорошо, на питание. А результатов нет? Нет, мы не даем деньги на участие в соревнованиях. А результат-то растет тогда, когда спортсмен не только готовится, а когда он участвует в соревнованиях, тогда растет результат, можно сказать. А на это денег нет. Как сами вы хотите, так все, денег нет. Понятно. Сегодня в программе «Подоплека» были олимпийский чемпион Иван Климентев, многократный чемпион Олимпийских игр мира и Европы по гребле, и мировой чемпион в категории мастерс по плаванию Эдгар Озаревич. Спасибо вам за участие, и спасибо слушателям. До встречи в следующий четверг. Спасибо. Спасибо, удачи.